Обязуемся не наносить удары по объектам энергетики. Видные представители правящего российского режима сделали целый ряд достаточно неоднозначных заявлений, которые вызвали у российских патриотов яростную реакцию. Сначала выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров, который внезапно заявил, что для России важны не столько территории, сколько соблюдение прав русскоязычного населения Украины. Содержатся намеки о том, что давайте исходить из того, что придется территориальный вопрос решить с учетом реальной земли. Речь не о территориях. Мы чужой земли никогда не хотели. Не хотели, но захватили. Ну, знаете, просто случайно так получилось. Понятное дело, что вот эти заявления Лаврова вызвали у российских патриотов достаточно гневную реакцию, поскольку в них усмотрели намек на отказ от дальнейших завоеваний в Украине. Мол, не захватили Запорожье и Херсон не потому, что не смогли, не потому, что сил на это у России нет, а просто потому, что территории для России не важны. Мы просто хотели, чтобы к людям, которые являются неотъемлемой частью русского мира, русской культуры, русского языка, истории, религии, чтобы к ним относились по-человечески, как того требуют международные права, многочисленные конвенции. Говорит, мы просто хотели, чтобы к людям, которые являются неотъемлемой частью русского мира, относились по-человечески, поэтому их разбомбили. Ну, понимаете, это просто для их же блага. Устав ООН требует уважать права человека, любого человека, независимо от расы, пола, языка и религии. В этом корень конфликта на Украине. Потому что права людей после госпереворота, людей, которые сопричастны к русской культуре, истреблялись. Говорит, права людей, которые сопричастны к русской культуре, в Украине истреблялись. Ну и, видимо, поэтому, чтобы не истреблялись права, решили истребить самих людей. Ну а что, логично же, нет людей, нет и нарушения их прав. Удобно, как в Авдеевке. Вот как раз свежее видео оттуда, на котором хорошо видно, как Россия защитила права жителей этого города. Все дома разрушены и брошены. Вместо жилых кварталов теперь безжизненные руины, людей, как видим, больше нет. При Украине Авдеевка была обычным 30-тысячным промышленным городом, где мирно-спокойно жили люди. Может, не очень богато, не очень хорошо, но тем не менее все-таки жили. Но российское правительство объявило, что этих людей страшно притесняют, и развалило их город. Вот просто наухнать, что называется. Ну, зато теперь не надо учить украинский язык. В принципе, и негде больше. Впрочем, гораздо более скандальное заявление, чем Лавров, сделал бывший министр обороны России, а ныне секретарь Совета Безопасности Сергей Шойгу, который внезапно признал, что, оказывается, Путин очень хотел договорнячка с Украиной, и даже уже договорился о том, чтобы не бить по энергетической инфраструктуре, не наносить удары по электростанциям. Но после того, как украинская армия вошла в Курскую область, Путин решил, что его опять надули, разозлился и в отместку стал снова бить по украинской энергетике. Турция нам предложила, сказала, вот под них поступило такое предложение, давайте мы, значит, обязуемся не наносить удары по объектам энергетики, не наносить удары по объектам атомной энергетики, значит, и не наносить удары по торговому гражданскому флоту в Черном море. Наш президент принял решение и сказал, да, давайте. Давайте мы такое решение примем. Любопытно, что ранее пресс-секретарь Путина Песков отрицал, что между Россией и Украиной были все-таки такого рода договоренности, но теперь Шойгу взял и это вранье Пескова опроверг, и подтвердил, что договоренности все-таки были. И слова Шойгу это фактически прямое признание того факта, что удары по энергетической инфраструктуре не имеют никакого военного смысла. Ну, понятно, иначе бы их не прекращали и не договаривались с Украиной их не наносить. И то, что сейчас Россия возобновила эти удары и снова их наносит, это не для того, чтобы поменять ситуацию на фронте, а просто Россия делает это в качестве мести, карательной акции. То есть за провал, просчет своей армии в Курской области Россия мстит гражданскому населению Украины. Буквально за просчет своих генералов, которые провороленили ситуацию, не построили укрепления, не привели туда войска, не выставили их за провал генералов, мстят украинским бабушкам, женщинам, детям, ну то есть гражданским, которые больше всего страдают от отключения электричества. Военные от этого, соответственно, не страдают. Но российских патриотов в этой всей ситуации, конечно, возмутила не сама аморальность вот этих вот ударов по Украине, по гражданскому населению, их возмутил факт того, что Путин, оказывается, пошел на договорнячок. И эти все патриоты, они буквально накинулись на Шойгу с обвинениями в предательстве. Сообщив в своем интервью о договорнячке, который президент РФ отрицает, потому что в итоге его опять обманули, господин Шойгу крепко подставил президента РФ. А господин Шойгу не в том положении, в каком можно подставлять президента РФ, если, конечно, не имеешь гарантии безопасности от тех, кто круче президента РФ. Вот и посмотрим, кто круче президент РФ или те, кто уполномочил господина Шойгу выставить президента РФ трепливым идиотом, написал проживающий в Испании российский патриот и зетовец Лев Вершинин. Ну и, разумеется, не стерпел такой зрады военблогер Егор Гузенко, которого я цитировал в своем предыдущем видео буквально вчера, и который в очередной раз написал в своем телеграм-канале, что в Кремле сидят предатели. Вот кто он после этого? Вот этот мастер резьбы по дереву? А как имя тем, кто пошел на такие преступные договоренности в фактически военное время? Не нужно ходить вокруг да около. Те, кто на это пошел, фактически подыгрывают нашим врагам во время войны. А называется это предательство. Предательство нас, как солдат и как всего российского народа в первую очередь. В общем, до недалеких зет-патриотов наконец-то стало доходить то, о чем мы говорим с самого начала, что российская власть их просто использует в качестве пушечного мяса, а война вся этой российской власти нужна просто из шкурных совершенно интересов, то есть чтобы укрепить свою власть и на этой войне нажиться. И когда российское руководство посчитает нужным, оно подпишет моментально договорничок. Как только решат, что это для них выгодно, они подпишут договорничок, расскажут, что это победа во всех своих подконтрольных СМИ, что все цели СВО выполнены, достигнуты, все круто, а всех воинственных, недовольных, все, кто будет там громко возмущаться и кричать, что это какое-то предательство, их просто сольют, посадят в тюрьму или потеряют, как это уже случилось с самыми известными полевыми командирами ЛДНР в 2015 году. И сами российские зет-патриоты это прекрасно помнят и это прекрасно понимают. Подписывайтесь на канал, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok